Сегодня от снега страдают жители многоэтажек, завтра жители частного сектора, реки и природа в целом. Еще в древности существовал обычай. Земли, которые нужно было оставить врагу, посыпали солью, чтобы сделать их бесплодными. Ровно так же поступают сейчас те, кто вывозит городской грязный снег не на специально обустроенные полигоны. Но вообще-то исполнение санпинов и исполнение законов – это обязательно для каждого гражданина и для каждого чиновника. Поэтому если написано в документе, что должна быть площадка с твердым покрытием, отбортованная, иметь самую элементарную очистку, хотя бы решетку, через которую не проходил крупный мусор, так это надо делать. По мнению городских властей, площадки для вывоза снега есть, однако возят, по свидетельству жителей и общественников, на склон микрорайона Репина и в Соловьев-Овраг. Над микрорайонами Мостовой, Куликовкой и поселком Сельдь нависли огромные валы грязного снега. И дело не только в противогололедных реагентах. Снег загрязнен выбросами выхлопных труб автомобилей. Как минимум, это окислы тяжелых металлов. Огромные навалы снега, привезенные сюда городскими канунальщиками с микрорайона Репина, расположены на краю оврага, прямо под которым находится мостовая Слобода и другие микрорайоны города. Загрязненный реагентами снег будет таять весной и потечет на голову людям. Специалисты Минприроды выявляют проблемные точки и составляют акты, которые направляются в природоохранную прокуратуру. Подобная история из года в год. Однако снег на полигоны вывозят не весь. Видимо, заплатить штраф дешевле, чем соблюсти требования закона. О реках и ручьях города и региона говорилось не раз. Выработаны регламенты, нормы, проведены мероприятия. Но как отношение к ним выглядит на самом деле? Экологи называют Свиягу грязной рекой и запрещают в ней купаться. Интересно, почему? Не потому ли, что весь снег, загрязненный реагентами, стекает прямо в Свиягу, а не вывозится, куда положено? Что влечет за собой это нарушение? Министерство при выявлении таких мест направляет письма в город Ульяновск. Министерство для ликвидации уборки данных снежных куч. И также в Роспотребнадзор в связи с тем, что нарушаются санитарно-билогические нормы. Следствие, суды, вынесение решений – дело длительное. Снег обычно успевает растаять, как бы исполняя судебное решение по собственной ликвидации. И выражаясь словами Ивана Крылова, «воз и ныне там». Однако снежные горы вредят не только природе и жителям городских низин. Под удар попадают и жители многоэтажек. Опасность реальная и понятная. Слова «безопасность» и «комфорт» городские дорожники и коммунальщики превратили в профанацию. Вот это – выход и выезд со двора Облукова-85. Тротуара здесь нет давно, а при наличии таких куч. Как вам кажется, безопасен ли выход, ну или выезд? Перепады температур, необходимость внесения реагентов не обсуждаются. И, как оказалось, если за дорогами хоть как-то ухаживают, то есть общественные пространства, на которые городские власти просто махнули рукой. Пока мы записывали этот стендап, прохожие, гуляющие по набережной Сфияги, одобрительно кивали и поддерживали нас. Я хотела сказать, что ее совершенно не чистят, трактор не пропускают вообще. Мы мучаемся, падаем, все здесь старые, больные, пенсионеры, гуляем, мамочки с колясками, мамочки с маленькими детьми. Пройти нам негде. Единственная связь была… Тротуар на Облуково не замечен. Или упразднен по причине зимы. Ходить просто негде. Для проезда есть дорога, а вот для прохода – ничего. Только натоптанные людьми тропы. На смену транспортной доступности пришла пешеходная недоступность. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улправды ТВ.